Какую бы мне тему захватить? Мне кажется, что тема лучше, чем «давайте порегулируем цены», ничего нет. Мне кажется, что это настолько прекрасно и удивительно, что я, честно говоря, вы знаете, наблюдая за вот этими собраниями, совещаниями, подумал, что у меня тоже есть одна законотворческая инициатива. Я прошу ее граждан России где-нибудь вывесить на Орг.ру и обязательно поддержать. Я предлагаю зафиксировать цены на доллар, топливо, семечки, масло, хлеб, ну и все остальное, и зафиксировать это в Конституции. Не где-нибудь, а в Конституции, в основном законе. Потому что как только, я понял уже, вот я понял после лета, что как только мы с вами вместе зафиксируем курс доллара в Конституции в 64 копейки, цены на хлеб по 10 копеек, проезд на транспорт по 5 копеек, а звонок по телефону по 2 копейки, в эту секунду цены остановятся. И больше никогда, как бы ни менялись правители, они не будут двигаться. Вообще, я считаю, что любую фигню, которую мы придумали, надо вносить в Конституцию, чтобы она превратилась, судя по всему, в какую-то неясную бумажку. Это, конечно, шутка на грани шутки. Именно на грани шутки по причине того, что... Почему же, давайте первое разберемся, экономические подоплеки роста цен. Экономические подоплеки роста цен, они заключаются... Да, первое. Закон мироздания, который невозможно ни опровергнуть, ни как-то снести, вне зависимости от того, в каком вы обществе находитесь. Находитесь ли вы в патриотархальном обществе, в обществе, которое придерживается каких-нибудь традиционных ценностей, нетрадиционных ценностей, там, все равно. Но закон этот звучит так. Любая цена, любая цена, на что бы то ни было, продаете ли вы телефоны, или вы продаете ракушки, когда это было в первобытном строе, при первобытном строе, когда вы выковыриваете кореньи или далее везде, он звучит так. Цена на все определяется балансом спроса и предложения. Ну, старый, наверное, анекдот по поводу того, когда попадают двое на необитаемый остров, и один продает мешочек, не знаю, там, золота, там, за какую-то цену, другой продает за баночку меда, за этот же мешочек золота, она как раз и говорит об этом балансе спроса и предложения. И вне зависимости от того, один может кочевряжиться или не кочевряжиться. Поэтому цена на труд, то бишь та самая штука под названием заработная плата, не устанавливается по воле Васи, Пети, Коли, поскольку у нас очень часто любят говорить, вот давайте установим минимальную зарплату, например, в тысячу долларов. Я предлагаю устанавливать в сто тысяч, чтобы уж не морочиться, уж красивая цифра тоже можно внести в Конституцию. Маленькая ремарка. Вы знаете, после того, как вы установите любую фиксированную цену, это, кстати, относится, если вы думаете, что такой развлекухой с фиксацией чего бы то ни было, развлекаются не только российские, так называемые, политиканы, но и там за рубежом. Как только вы установите любую цену, все тут же пересчитается, и вы уже опять будете нищим. Снова, опять. Поэтому вот до тех пор, пока экономисты не придут хоть сколь-нибудь к управлению экономикой, а будут заниматься этим политиканы, которые говорят, вот давайте мы установим такую цену, и будет нам счастье. Нет, попросту говоря, будут те же самые гастарбайтеры. Вы что думаете, в Америке наши с вами граждане не являются гастарбайтерами? Они являются и работают там не за какие-то, не за 15, не за 8 долларов в час, а существенно зачастую дешевле. Точно так же мексиканцы и все остальное. Но тут же вступает какой-нибудь персонаж, который говорит, надо строго там наказывать тех, кто их принимает на работу. Хочется сказать, а на работу их случайно не сами ли граждане принимают? Ну, потому что сиделками, уборщицами, строителями и всеми остальными, это не мы, да? Ну, я могу сказать абсолютно в открытую, я не люблю фарисейство, и поэтому я всегда говорю честно, что если мне будут строить дом, да, условно, какая-то печать, которая, естественно, будет рассказывать, что она прямо обещает качество, да полная это ерунда. Все уже проходили, что и от печати можно получить ужасное качество, и от гастарбайтеров можно получить хорошее качество. Так вот, значит, это все-таки баланс спроса и предложения. А то, о чем вы говорите, вы, ребята, забываете установить такое слово – стандарт. А вот здесь тут же гражданское общество отползает, и так называемые леваки отползают в сторону, потому что стандарты они устанавливать не готовы. Потому что есть стандарт постройки туалета руками гастарбайтеров, есть стандарт постройки, который не квалифицирован, да, у него есть уровень квалификации, и нужно говорить об уровне квалификации, и неоткуда приехал тот или иной гражданин. Это первая такая маленькая ремарка. Так вот, возвращаемся к ценам все-таки на продукты. Был очень длинный путь, когда произошел локдаун. Локдаун произошел не только в Российской Федерации. Он произошел у поставщиков материалов, сырья, всех технологий. У всех были отложены накопленные долги. И вот эти все долги, извините, медленно, но верно вылились на этот рынок. Это первый посыл. Второй посыл. Простите, а кто из наших властей, ну, не знаю, снизили какие-то свои затраты? Ну, не знаю, там налоги, например, как-то стали меньше. Ну, понятно, что нам выдали беспроцентный кредит. Это прекрасно и удивительно, я за это их люблю. Ну, то есть, если бы их можно было не возвращать, таки нет. Вы нам вернете эти деньги, ну, попозже. То есть, если у вас возникли маленькие проблемы, мы вам ведем на это хороший-хороший кредит. И вы нам вернете практически безвозмездно. Вы можете заложить в эту секунду свою почку детей и всех остальных. Но потом, потом, потом может быть. Вот так вы поступили с нами. Ну, и самое интересное, самое любопытное. У нас есть некоторые люди, которые читают по странному стечению обстоятельств, как и я, уголовный кодекс. А чисто случайно. Нет ли там статьи за картельный сговор? А если внимательно присмотреться, то окажется, что в уголовном кодексе установлена за сговор на любом рынке уголовная ответственность. Черт побери. А не устанавливает ли то, что мы ошибочно называем сейчас государством, картельный сговор прямо на фоне государства? И не удивляет, когда, зачем потом делать широкие глаза и говорить, что вы знаете, вот в какой-то области там какой-то мелкий наш чиновник, которого мы, конечно, не приветствуем, это говорят большие начальники, вдруг сделал какие-то монопольные условия для одной из компаний. Поэтому цены бы на эти товары успокоили бы в январе месяце, числа 15-20, без всяких этих эманаций. Это исключительно предвыборная, точнее, предконференционная риторика для того, чтобы сказать спокойно, стой, народ, я тебе забочусь. Цены остановились. Ну, а дальше, конечно, цены, попросту говоря, к чему приведут? Товар будет ухудшаться по качеству, да, физически, что вы хотели. Ингредиенты-то они подорожали, и поэтому производитель здесь пострадает в первую очередь. Ну, а мы с вами, как граждане, за это за все заплатим. Да, очень хороший, хороший посыл, великолепный, лучший посыл, что, конечно, виноваты во всем ритейлеры. Я согласен. Только у меня только маленькая ремарка. Ну, когда еще был только частный ритейл, это ладно. А вроде магнит государством через веб куплен. Он что, тоже, тоже этот, как его, из этих, из нехороших? Он же вроде теперь-то уже наш. Так, может, что же делать-то теперь, бояре? Может, все скупить, а может, все сжечь. Поэтому вот я понял, что единственным методом является шизофреническое предложение внести цену на основные продукты в Конституцию. И будет нам счастье. И, кстати, я хочу, чтобы этот пример наши парламентарии донесли до парламентариев всего мира. Чтобы, например, Соединенные Штаты знали, как выйти из любого экономического кризиса. Поменяйте свою Конституцию. Внесите туда цены на молоко, хлеб, золото. И все будет у вас в счастье. Сейчас это было короткое мое вступление, но очень эмоциональное, потому что, честно говоря, вот эти истории с этими развлекухами, картельными сговорами на уровне государства уже поддостали. Они каждые пять лет происходят. Ну, а сейчас будет маленькая реклама. Не переключайтесь. Так, Стасу спасибо за приветствие. Родного встречи. Я тоже. Как по вашей оценке прирост трудовой миграции из разных регионов России и стран СНГ влияет на экономику и ритм жизни Москвы с Московской областью? Поделитесь прогнозами по динамике роста трудовой миграции в Москве на ближайшие 5-10 лет. Значит, я думаю, что рост трудовой миграции продолжится. Во-первых, в строках все то, что мы под программу реинновации, вот эти человейники, они будут заселены процентов на 30-40 приезжими из стран ближнего зарубежья и, конечно, немножко приедет из России. Связано это с тем фундаментально. Значит, ключевой вызов для нашей великой страны является в том, что мы не ответили на фундаментальный вопрос, что мы, что мы как продукт представляем для мирового сообщества. Вот на сегодняшний день наша экономика очень примитизирована. Это не примитизирована, а примитизирована от слова примитив. Поэтому у нас требуется крайне примитивные функции. Мы вывозим все время из себя сырье. И нам это может очень сильно не нравиться, ни о каких-то 25 миллионах высокопроизводительных рабочих мест и речи быть не может. Потому что рабочие места создаются не искусственно, потому что я так захотел или такова моя царская воля. Они создаются исключительно в тот момент, когда есть запрос на это. Ну, теоретически мы, конечно, могли бы здесь сделать IT-кластер. У нас действительно хватает мозгов, но наши ребята в основном работают на Западе. Но сюда эти компании не перемещаются. Хотя должны были бы перемещаться. Но для этого должен быть такое страшное слово – инвестиционный климат. Напоминаю, это лет, наверное, 5 или 7 по поводу инвестиционного климата. Я об этом тоже комментировал в эфире. По-моему, один из представителей Intel поехал в Сколково. И по чистой случайности в этот момент в Сколково проходил рейд то ли ОМОНа, то ли там какого-то еще очередного. И он, в общем, лишился мобильного телефона. Он ехал на переговоры, полежал там мордой в пол. Ему вроде как все быстро вернули. Но когда ему начали звонить, оказалось, что он уже обратно летел к себе в какую-то там страну. Это к вопросу об инвестиционном климате. Конечно, классно, что у нас освободили Майкла Калви и его команду. Ребятам терпение, здоровье, восстановление всех сил. Но, простите, ну какой идиот будет долгосрочно инвестировать в Россию? Ну вот правда. Да, все, кто приходят, они инвестируют. Мы их периодически называем спекулянтами. Я, честно говоря, им по большей части благодарен всем этим компаниям. Потому что я прекрасно понимаю, что они стоят на носочке, на тонкой ножке по причине того, что вошли-вышли. Это к вопросу от этого развития. Влияет ли все на Россию по приезд мигрантов? Конечно, на Москву в том числе. Конечно, влияет. Для меня-то тревога вообще, что у нас есть с вами вот эта агломерация Москва и Московская область. Ну, просто разделить ее бессмысленно. Это неправильно, когда живет только Москва. Ну вот, что далеко ходить. Там моя теща, судя по всему, получила 38% повреждений легких. Ей не поставили, кстати, в пензе не поставили диагноз ковид, но ей поставили что-то, в общем, воспаление легких. И попытались спихнуть это в небольничную пневмонию. При том, что не с лекарствами, не госпитализировали при этом, при всем. А других людей там госпитализируют при 26. В ней держится температура, она соблюдает режим самоизоляции. Даже вот когда в этот визит приезжали, там, мои родные и близкие туда летали. В общем, помощи дождаться в регионе. А это всего лишь регион 700 километров. То есть, если бы не мы там хоть как-то чуть-чуть помогали, то шансов никаких. То есть, официальную медицину бессмысленно даже обсуждать. Поэтому это неправильно, что развивается вот московская агломерация. Это, если мы посмотрим на другие страны, там, город через 200 километров от столицы не сильно отличается от самой столицы. И именно поэтому происходит приток мигрантов. Не потому, что есть какие-то искусственные условия с точки зрения труда, а есть искусственные условия с точки зрения развития или неразвития экономики. Поэтому, конечно, эта ситуация удручающая, ухудшает и не очень меня радует. Так, Геннадий задает вопрос. Скажите, пожалуйста, ваше мнение про расследование Навального насчет своих отравителей. Насколько правдиво это расследование, как оно повлияло на Кремль? Вы знаете, в чем дело? Я смотрю на расследование Алексея Анатольевича о своих отравителях следующим образом. Вы вспомните, как появилось расследование по Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Он просто кроссовки неправильно купил, не вовремя. А как появилось расследование, опять-таки, по солсберийским осмотренцам? Ну, потому что они заказали такси неправильные, не вовремя, и паспорта подряд. Дело все в том, что по поводу кадровых служб и вообще с точки зрения бизнес-процессов, у нас ткань бизнес-процессов даже таких условно примитивных и даже самых еще и негативных, примитивных и негативных убийств человека, как вы видите, настолько разрушена, что они не в состоянии, ну, даже организовать тонкое убийство. Просто тупо по башке, как в свое время Кашину стукнули. Это да, пожалуйста, к нам приходите, и тут вот на раз-два это все организуем. А вот чтобы что-то тонкое сделать, ну, не к нам. Касается, повлияло ли это на Кремль. Да нет, Кремлю сейчас совершенно про другое. Вот сейчас подготовка к 17-му. 21-го, я так понимаю, должен быть вынесен официальный вердикт по Джо Байдену. Если, потому что, я так понимаю, сегодня процедура только запущена. Насколько я понимаю, документ еще официальный не выпущен. Хотя, как вы видите, уже Владимир Владимирович поздравил Джо Байдена, теперь, по крайней мере, у нас с вами. Я, кстати, вас всех тоже поздравляю, что у нас, наконец-то, есть тот, на кого мы будем пинать в ближайшие минимум 4 года за все проблемы. Если у вас написано в подъезде, если у вас разбиты окна, раздолбаны дороги, пожалуйста, выпустите заранее. Это сразу бизнес-идея. Вы пускайте, соответственно, не забудем, не простим тебе, Джо Байден, от российских граждан за разбитые дороги, за выключенный водопровод. Вот, товарищ Джо Байден, собственно говоря, с сегодняшнего дня официально признан главным негодяем, который гадит в наших подъездах. До этого это делал Дональд Трамп, лично прилетал. Я сам вижу, как у него там прилетит на гаде с подъезд и отвалит. Каков подлец. Ну, так и всегда. И, кстати, это организует всякие атаки на наших думцев, сенаторов и на все остальное. Цены, кстати, тоже Джо Байден. Если кто не знает, с сегодняшнего дня это официально. Поэтому никак это не повлияет. Они сейчас занимаются тем, что им нужно как-то переизбраться. Со страшной силой. То, что они переизберутся, скорее всего, да. Спасет ли их это? Скорее всего, нет. Причина очень простая. Внутренние противоречия из-за снижения кормовой базы, они колоссальные. Говорил не в одной программе, что пришли в движение полки. То есть, даже те люди, которые обычно были над властью, там, сотрудники спецслужб, даже они начинают подвижки. Да, вокруг Акеллы начинают передвижение шакалы. Задача сейчас, на самом деле, каждой из команд не первый бросится, а бросится второй. Потому что, напомню, во всех случаях захвата власти или перехвата власти, ну, захват власти, наверное, все думают, там, в оружии, все остальное. Нет, ничего подобного. Перехода власть обычно выигрывает второй. Поэтому нужно спровоцировать первого на бросок. На него отреагирует Акелла. Акелла с ним сцепится. Даже если он выиграет в этой битве, он будет серьезно покалечен, но изранен. То есть, у него будет существенно меньше сил. И второй придет, скажет, ну, чего уж тут, давай уж я поправлю. Так что, я думаю, что у нас мирный будет абсолютно переход власти. Поэтому все сейчас к этому готовятся. А время играет, конечно, против действующей власти и против Владимира Владимировича. Потому что ни здоровья, ни, соответственно, каких-то властных полномочий у него становится не больше, а меньше. А партнеров и того меньше. Так что, в общем, на Кремль влияют внутренние процессы. Они в назначение Джо Байдена, расследование Алексея Анатольевича Навального. Алексею Анатольевичу Навальному другая задача. Ему нужно как-то вернуться в повестку. Причем как-то активно. А вот как это сделать? Большой-большой вопрос. Макс Подштанников задает вопрос. Как вы считаете, мы движемся по венесуэльскому сценарию экономики? Я думаю, что мы в ту сторону движемся. Это было бы правильнее, да, ответ такой. Но не по этому сценарию. Потому что Венесуэла все-таки страна, состоящая из условных двух классов. Она условно не очень большая. Там очень короткие социальные связи. У нас огромная страна, все разбросано. То есть у нас разброды и шатания существенно большие. И для того, чтобы даже всем голову посворачивать, ну, это практически невозможно в рамках венесуэльского сценария. Поэтому я боюсь, что... Ну, вернее, я радуюсь. По венесуэльски... Лайтовый венесуэльский сценарий я бы обозначил. Но не более того. Так. Как Леха Чумов задает вопрос. Как должна вестись борьба с монополиями за равный доступ к рынку? Я на этот вопрос обязательно отвечу. Не переключайтесь. А вот не имется все-таки нашим согражданам. Но я на вопрос про монополию и помню, Алексей Леха Чумов, который задал. Я отвечу. Два вопроса подряд. Людмила Гордеева. Добрый день. Почему все-таки нельзя установить минимальную зарплату? Ну, хотя бы 50 тысяч рублей. Чем это грозит? Второй вопрос. Петр. В Японии мигранты запрещены. Ничего страшного. Япония работает. Почему бы нам не запретить миграцию? Придется дворникам и строителям платить нормальную зарплату. И придется россиянам идти на эти работы. Отвечаю. Значит, в нулевом году зарплата уборщицы в магазине была в районе 4 тысяч рублей. В четвертом году, уже в 2004 году, она 18 тысяч рублей. Как вы думаете? Сейчас она, кстати, больше, эта зарплата. Как вы думаете, почему установление любой цифры, я подчеркну, тысячи долларов, сто тысяч рублей, четыре тысячи. Установление минимальной зарплаты все-таки не привело к тому, что появилось слово нормальная зарплата. Нет такого слова нормальная или ненормальная зарплата. Все зависит от того, какие у нас с вами расходы мы несем, какие расходы на нас накладывает то, что вы ошибочно называете государством. Если вы думаете, что установление, например, 50 тысяч рублей, неважно, даст вам доход, нет. Очень скоро, прямо буквально в течение месяца, все зарплаты автоматически пересчитаются, все расходы пересчитаются. И поскольку Петр привел пример Японии, дорогой Петр, а за счет чего же работает японская экономика и насколько там все дорого или дешево для гражданина Японии. И вы будете удивлены, что островное государство, конечно, может установить... То есть миграция-то там существует. Я вас вынужден огорчить. По странному стечению обстоятельств, высоко квалифицированные специалисты там работают. Они просто приглашаются по другим контрактам. Они не ассимилируются. Это про другое. Так что не путайте миграцию и труд. Труд в Японии иностранцев разрешен по странному стечению обстоятельств. Другое дело, что для выполнения примитивных работ там есть страты. Да-да. То бишь это разделение на классы. Поэтому если вы думаете, что все-таки вот это какая-то голубая мечта, 50 тысяч, не знаю, тысяча долларов, я вам сразу сказал, проведите этот мысленный эксперимент. Что будет дальше? Любую сумму. Я вам сейчас привел пример из нашей с вами реальной экономики. Про те самые 18 тысяч рублей. Я просто тогда как раз, только тогда как раз пятерочка выходила на IPO. Как раз это была подготовка. Любая, любой низкооплачиваемый труд, он потому и называется, потому что он низкоквалифицирован и он будет всегда. Во всех странах везде будет уборщик. Зарабатывать мало с точки зрения никакой нормальной зарплаты не будет. И когда вы смотрите на уборщиков за рубежом, вы зря сравниваете сами себя. То есть говорите, вот смотрите, уборщик за рубежом зарабатывает тысячу долларов. Так он и тратит, собственно говоря, и живет в той же нищете, как живет и наш уборщик. И это про другое. Опять-таки, если вы это разделите в своей голове, в своем понимании, то все встанет на свои места. И я вам расскажу, ну вернее, я вам уже практически все только что выдал секретную формулу, что для того, чтобы много получать, я-то говорил еще Конфуций, надо мало расходовать. А для этого как раз и должна быть функция государства, чтобы у вас расходов было мало, а не много. То, что вы ошибочно называете налогами. Да, сегодня как-то мы сжем. Ну ладно, хорошо. Так, возвращаемся к Лехе Чумову, потому что я ему обещался. Как должна вестись борьба с монополиями за равный доступ к рынку? В первую очередь, они не должны создаваться. То есть, это самое первое. И если вы посмотрите особенно на Российскую Федерацию, у нас все монополии абсолютно искусственные. Что у нас, хоть какая-то энергетическая монополия, я имею в виду, там, газ, нефть, они созданы, не знаю, сами по себе? Да нет, ничего. Или там, не знаю, какие-нибудь производители в Норильске, например, они созданы сами по себе? Да нет, опять почему-то по странному стечению обстоятельств. Это те самые залоговые аукционы, которые мы все искренне любим, просто обожаем. Но это же было, есть и будет. Поэтому этот вопрос элементарно решается. Монополии везде аккуратненько разбираются, создается конкуренция. И конкуренция, и конкуренция, еще раз конкуренция. Это и есть функции государства. А с ними нужно не бороться, нужно создавать условия для тех, кто стартует. А для этого, согласитесь, куда более сложный процесс. Ограничение, подписал бумажку, и вроде как бы все хорошо. А тут, оказывается, нужно работать над низкими издержками, так называемыми государствами, низкими разрешителями, входами на рынок. Опять-таки, и вот вам возникает счастье. Так что с монополиями надо не бороться, а создавать им конкуренцию. И это и есть задача не только антимонопольной службы. А как вы уже поняли, у нас картельный сговор в рамках производства и продажи продуктов питания уже есть. Так, Дмитрий с фамилией не помню. Ну, бывает такое, забывают люди. Дмитрий, ваше мнение об алкогольном рынке. Слышал, что рынок в глубоком кризисе в плане продаж компаний не продлевают лицензии, зарплаты упали и тому подобное. А Дмитрий с фамилией, которую он не помнит. Как вы видите, на канале вышло наше безобразие с Андреем Юрьевичем Гаврилом. Это голос ВХС по поводу молодого Бажале. Я там одно из упомянул, что когда мы снимали, нам пришлось с Андреем Юрьевичем. Он купил, нашел где-то две бутылки, я нашел две бутылки. Потому что я обратился ко всем винным экспертам. Ну, то есть, я обратился к компаниям, которые занимаются ритейлом. Очень широкое было такое обращение, практически чехом. За неделю мне, в общем, ничего не смогли подвести. То есть, мы все покупали за собственные деньги в соседних магазинах, причем выискивая. Я купил две бутылки, он две бутылки купил. На столе было всего в конечном итоге три. Да, рынок алкоголя в глубоком кризисе. Но, наверное, это может многих порадовать. Потому что я вот сегодня видел, там есть компания, которая рассказывает о абсолютно трезвой России. Правда, она почему-то все равно говорит о том, что мы все равно вымрем. Ну, видимо, из-за алкоголя-то мы и вымрем. Хотя нет, мы вымрем по другой причине. Потому что социально-экономическое развитие и развитие территорий настолько зело ужасно и убого. То, в общем, и рожать, и здесь жить, по большей части, это не то, что, ну, нет смысла. Да, и граждане не плодятся, потому что, еще раз говорю, это подсознательный эффект. Он никак не связан. Будет выплачиваться материнский капитал, будут ли сюда завозиться гастарбайтеры. До тех пор, пока не ответится на фундаментальнейший, огромный такой транспарантом вопрос. Россия с точки зрения международного разделения труда. Что за продукт? Какой продукт мы производим? В чем одеваются, носят? Где эти зарубежные наши граждане, которые сюда едут огромным количеством? Не Депардье, Стивен Сигл, которые являются нашими любимыми актерами, а теперь еще и нашими согражданами. Но хотелось бы увидеть массовую миграцию с той же, не знаю, силиконовой долины. Не в смысле силикон сюда завозите, а просто приезжайте, потому что здесь выгодно. Максим задает вопрос, как вообще можно вкладываться в акции банков, если ЦБ в любой момент может отнять лицензию? Ну, если про российский рынок, то в целом вообще с российской акции это такая штука достаточно забавная. Ну, в мире называются голубые фишки, потому что у них волатильность, то есть изменение курсов. Ну, такое, знаете, так как очень близкое к прямой. У нас голубые фишки может отколбасить налево-направо. Поэтому российский фондовый рынок, я всегда отношусь к нему с большой долей иронии. Несколько видео снято на одном из каналов, он называется «Жизнь Би» с профессиональными ребятами, а именно занимающимися как раз фондовыми рынками. Вместе с одной из видео я отвечал на стрим на канале «Инвестфьючер» у Киры Юхтенко. Я говорю, я не биржевик, поэтому я очень долго перед ней извинялся, что как экономист я могу на какие-то вопросы ответить. А про вот эти биржевые игрища я к ним отношусь с большим скепсисом. Посему, да, я с вами согласен, Максим, ну, это казино. Играйте и выигрывайте, или проигрывайте, но дежьте себе свое здоровье. Так, что скажет Георгий Молчанов, задаю такой «ммм». Что скажет господин Подавенко насчет традиций ритейлеров повышать цены перед праздниками, в частности, Новым годом? За неделю они выросли в среднем на 30%. Что изменилось у производителей? Георгий Молчанов, ответственно вам отвечаю, что ритейл – это вообще не торговля продуктами питания, и это не шутка, а реальность. Ритейл – это вообще многофакторный продукт. И если, например, завтра цена на товар будет 0-0-0-0-0-0-0, у производителя ритейл все равно поставит какую-то свою цену. По странному стечению обстоятельства ритейл почему-то вынужден либо строить, либо арендовать огромные склады, делать огромные логистические компании. Вы их не видите нанимать в каких-то уборщиц, непонятно зачем, моющих пол, подключать свет, включать гигаватты холодильников, которые просто зачем-то это все морозят. Я не знаю, зачем, правда. Какие-то люди, людишки, вот эти мерчендайзеры выкладывают этот товар, который ничего не стоит. Поэтому по странному стечению обстоятельств, если увеличивается оборот, то увеличиваются и цены, потому что зачастую издержки растут. Да, это нелинейная зависимость, но как все абсолютно, не только производители. Ну, еще да, я забыл сказать, ах, вот вы, наверное, не подумали об этом, и я, наверное, не подумал. Если завтра включится Платон, ЕГАИС, очередное какое-нибудь чипирование шуб и всего остального, опять-таки, по странному стечению обстоятельств, в товаре товара уже давно нет. И я это уже отвечал и объясняю. Точно так же, как в бензине и в водке. Водки нет. Там 26 рублей сама стоит водка. Остальное, так называемые акции, сразу же мы коснулись алкогольной темы. Поэтому, Георгий Молчанов, будьте уверены, нет никакой связки так называемых производителей, так называемый ритейлер. Это кольцо, товаропроводящее кольцо, которое состоит минимум из 8 звеньев, а я его сейчас приведу, минимум из 8, а на самом деле больше, производство, переработка, упаковка, транспортная логистика, складская логистика, комплектовочная логистика и только потом ритейл, а еще утилизация. 8 звеньев вот в этом колечке. Так вот, если в этом колечке, в котором в каждом где-то возрастут налоги, где-то возрастут издержки, ценник вырастет на градусники. Ритейл это градусник. Это единственное место, где вы можете оценить все издержки. Так уж получилось. И, конечно, отлично уничтожать градусник. Именно в эту секунду, как вы только его разобьете или его снесете, или переведете в государственный, как у нас произошло с магнитом, в эту секунду, конечно, перестанут расти цены. Нет, это не так. Нечего на градусник пенять, коли нет понимания экономики кольца. Надежда Туковская задает вопрос. Здравствуйте, Дмитрий. Можно вопрос? Не так давно на канале День ТВ услышал от эксперта, что динаминация рубля будет так, как запланирована динаминация доллара. Мне кажется, что это бред. А ваше мнение? Господи, ну хорошо, динаминация доллара. А когда она была-то хоть, расскажите. Я же не супротив любого бреда. Вы знаете, я два года отработал все-таки, будучи крепким парнем в психиатричке. Вы знаете, исключительно не в качестве врача, как вы знаете, а в качестве крепкого парня, который пеленал. Там разные бывали версии. Так что, если там эксперт подписался под этим, я согласен. Вообще, скорее всего, доллару завтра кирдейк. Поэтому, да. У меня нет комментариев. Ну, простите, ну разная шизофрения у всех есть, имеют право. Я согласен. Я согласен, да. Так. Так. Василиса Коварная задает вопрос. Дмитрий, почему мы, простые россияне, должны терпеть санкционные глумления и соответствующие рост цены за правоваравшихся чиновников, из-за которых эти санкции вводят. Ну, рост цен у нас и передел рынка происходит из-за, конечно, правоваравшихся чиновников, но в первую очередь из-за того, что они вводят антисанкции. Я напомню, что рынок мяса, рынок рыбы и рынок сыров был перепилен исключительно под известные абсолютно компании, крупные. И мы с вами потеряли рынок в целом. То есть у нас нету теперь альтернатив, кроме двух-трех прикормленных к погонам контор. Поэтому, ну, куда вы денетесь с подводной лодки? Поэтому терпим мы по одной простой причине. Мы, первое, не избиратели и не налогоплательщики. Поэтому, в общем, не очень сложно не терпеть. Ну, можно, например, начать с выбора президента школы. А там, глядишь, и до президента Российской Федерации может дойти. Хотя нет, до 36-го не дойдет. Людмила Гордеева. Добрый день, почему все-таки не... А, так, так, про это я уже говорил. Установить зарплату это уже было. Так. Георгий Молчанов опять расскажите, пожалуйста, все же почему-то, где тут экономика, рынок, элементарный сговор и жадность. Георгий Молчанов, расскажите мне, пожалуйста, как организовать этот сговор. Я, честно говоря, вам буду благодарен. Вот у нас тысяча сетей. Тысяча розничных сетей. Предположим, я плохой, а вы хороший. Я хочу просто побывать на этом сговоре. Вот устанавливается какая-то цена или жадность. А если вы не придете, что мне с этим товаром-то делать? Вот я, например, загрузил в магазин этот товар. Он портится. Производитель тоже страдает. Как этот сговор-то реализовать? Вы просто технологически нам расскажите. Очень хочется. Вот тысяча сетей. Почему из этих тысячи кто-то, например, чтобы перехватить кусочек потребителя, чуть-чуть себе не снизит цену? Теория мирового заговора, она штука хороша. Но я вам расскажу первое правило картельного сговора. Оно звучит так. Выигрывает в картельном сговоре тот, кто нарушит первое правило картельного сговора. Знаете почему? Сначала нужно всех развести на то, что давайте объединимся, а потом дымпингнуть по рынку и всех поиметь. Поэтому, как только вы сделаете такой картельный сговор, расскажите. Правда, это не шутка. Я правда хочу увидеть, как можно поднять искусственно цены. Я уж не говорю про то, что чистая прибыль даже самого эффективного ритейлера составляет 5%. Ну, тут вы должны что-нибудь набросать на вентилятор, что мы знаем все, как там моют деньги, а еще мы знаем про взносы, вносы и все остальное. Так что это все нормально. Так, Дмитрий, скажите, будет ли повышаться кадастровая стоимость? От чего это зависит? Файт Медиа задает вопрос. Я думаю, что кадастровая стоимость будет повышаться, потому что это основа налогообложения. Ну, тут существует два варианта. Пополнение бюджета, либо повышение налогов, чего, скорее всего, делать как-то не очень хорошо. А кадастровую стоимость можно от балды лепить и на раз-два. Потому что оспаривать вы ее обязаны в суде, а зачем это делать? Ну, то есть налоги можно повышать элементарно. Ну, вот у меня, например, есть небольшой участок, вот очень смешно. У него была цена 1.400.000, сейчас 400.000. Как такое можно было получиться? Знаете, он стоил 1.400.000, сейчас 400.000. Копеечная такая история. Ну, в общем, прикольненько так. Поэтому кадастровая стоимость... Это такова моя царская воля. Так, Готэм задает вопрос. Дмитрий Шендерович уехал, Латынина уехала. Уже Гиммельфарб, который говорит, что вернется, теперь говорит, уезжайте. Сотник давно кричит, чтобы срочно эвакуировались из РФ. Что вы скажете об этом? Ну, всех нас, слушайте, на 146 миллионов, нас никто не примет. И просто куда мы денемся все? Я предлагаю лучшую идею купить нашим чиновникам Кипр. Почти как Крым. Но Кипр дешевле, туда их отправить, там тепло, у них в его большинство там есть гражданство. А я буду туда возить каждый месяц дань за 300 лет. Поэтому насчет эвакуироваться, но это технологически зачастую невозможно. Это не надо тешить себя иллюзий. Кто может, пусть уезжает, имеет на это законное право. Кто хочет, пусть возвращается. Живите там, где вам фартово. Так, Елена, верите ли вы в инвестиционные облигации? Не могу сказать, что верю. Это один из инструментов. Но в ближайшее время я бы не стал бы ими особо оперировать. Причина, ну, если у вас не большой капитал. Ну, в общем, как в одном из выпусках с фондовиками я сказал, что если у вас до 10 миллионов рублей, вложите в доллар и не морочите никому голову. Главное, самое себе. Да, чувствуется, я тут это подзавистом. Так, ЕЗ задает вопрос. В ближайшие годы не ждать возврата, вы имели в виду, а не возраста, в годокризисному уровню платежеспособного спроса россиян. Переведу так. Значит, я сказал, что как экономист, по моим расчетам, раньше 5-6 года мы не сможем вернуться к условно-докризисному уровню, потому что у нас тяжелые годы уходят. Впереди они не будут так же сложны. Стас Путельцев задает вопрос. Как повлияет на значение Анатолия Чубайса на должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития на внешнеполитическом векторе развития России? В чем суть его этой должности? Это переговорщик. Тут сейчас крайне важен переговорщик, насколько Анатолий Чубайс позиционируется как условно-либеральных взглядов, не сильно замазанный в спецслужбах. И теоретически кто-нибудь на Западе его может посчитать, что он может позвонить Владимиру Владимировичу легко и быстро, и а тот его выслушает. Но, на мой взгляд, до тех пор, пока везде не будут назначены люди ни на должность ни ниже генерала-лейтенанта, в общем, это бессмысленно, никто им не поверит. Ну и сейчас переговариваться с Россией о чем? Нет смысла. Ингвар задает вопрос. Доброго вечера. Что вы думаете о новом расследовании Навального? Я сказал, что да, я считаю, что оно абсолютно обоснованно. Проблема как раз в тонкой ткани полной дезорганизации бизнес-процессов и кадровом персонале, включая в том числе даже в такой мерзкой истории, как устранение того или иного оппонента. На Алексея задает вопрос. Почему это Владимир Владимирович озаботился о населении сейчас? Перед прямой линией что-то. Это не прямая линия, это пресс-конференция. Поэтому, конечно, он должен озаботиться. А как же? Во-первых, он должен озаботиться, показать, что он в силе. Он должен показать это не столько вам и не столько в населении. Он должен это показать тем шакалам, которые ходят рядом. Что он ого-го, он силен, он вышел из бункера. Вот посмотрите, каков я красавчик. Все помню, все знаю, над всеми стою. Так что все. Так, почему при росте цен на нефть в России растут и цены на бензин, а при снижающих цен на нефть они также растут? А что в Штатах кассирам платят 12-15, в России 2? У них там руки другие. У нас акцизы. Акцизы, 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 еще раз акцизы. Господи, успели ответить. В Штатах кассирам могут платить и 12, и 15, а гастарбайтерам там платят те же самые 2, может быть, 5 долларов. Все зависит от того, какой у вас легальный или нелегальный статус. Поэтому установление минимальной зарплаты, подумайте об этом на досуге. Найдите хоть одну формулу, чтобы это дало прибыль, а не убыток государству. И в первую очередь вам лично, персонально. Вопросы еще остались. Два листа, я их с собой заберу. У меня сегодня минимум два эфира. Один из них на, по-моему, Фейгин Лайф. Да, есть такой адвокат. Я постараюсь и там ответить на ваши вопросы, которые остались от этой части. Так, так как вы думаете? Продолжение следует...